Вот перед вами моя страница ВК, я ее завел, ну начал развивать дня 4-5 назад. Смотрите-ка, сколько сообщений у меня сейчас было на момент, когда я, грубо говоря, только развивал их, у меня было порядка 100 человек, друзей и так далее. Чтобы вы понимали, что в принципе дают вам соцсети и для чего вам необходимо развивать каждое направление. Если мы берем ВК, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм и так далее. То есть у меня тоже была буквально несколько дней назад такая фишка, что я всегда думал, что я буду работать только в Телеграме. Но в Телеграме нет определенных моментов, когда вы можете, допустим, запостить какой-то интересный пост, написать там свою точку зрения, соответственно, человек не может также отслеживать ваши успехи, достижения, ваши мысли, если он не находится в вашем гостевом чате. Вот здесь соцсети, они играют тоже такую важную роль, то есть это определенный инструмент, с которого к вам будет приходить трафик. Давайте сейчас пробежимся, то есть по каждому посту, когда он был выкинут у меня и с какое количество там людей. Вот с самого низа можно даже, Олег, посмотреть. То есть вот самый-самый низ там промотаем. У меня всего сейчас 4 поста за 4 дня. То есть, чтобы вы понимали, у меня цель ежедневно скидывать по одному посту. То есть смотрим количество просмотров. Вот 3 июня был пост, 176 просмотров. Поднимаемся выше. Да-да, 176. Окей, поднимаемся выше. 207 просмотров. То есть, что мы можем, какой вывод мы можем сделать, исходя из вот этой ситуации? То, что человек, он может взять бесплатный трафик, находясь в определенной соцсети. Но какая проблема есть у ВК? То есть, у ВК есть много всяких автоответчиков, ботов, автоматизаций, которые работают за людей. И по факту, если у вас написано, что просмотрелось только человек, вы должны понимать, что они действительно, да, просмотрели. Если у вас там 300 там с чем-то сообщений, соответственно, вы должны понимать, что 70% из этих сообщений это какой-то автоответчик, либо с вам общается за человека. Но, допустим, у вас есть, допустим, потенциальный партнер, которого нету Телеграма, который как бы не заинтересовался, но не может зайти в бизнес, либо же, в принципе, просто не хочет сейчас заходить в бизнес, какую фишку вы должны ему дать для того, чтобы удержать этого человека. Я сейчас говорю о том, что мы должны использовать все инструменты. Соответственно, даже если человек не заходит, вы ему кидаете ссылку на свои соцсети и говорите, чувак, ну, если не хочешь заходить, давай просто подружимся. Держи, я подпишусь на тебя, ты подпишись на меня. И когда вот это происходит магия, соответственно, что человек должен получать от вас? Он должен получать от вас ежедневную информацию о том, как вы развиваетесь в проекте, о том, что вы думаете о проекте. Соответственно, это такая дожимка человека, когда он находится внутри вашей соцсети и понимает, что он, что вы здесь пришли надолго и серьезно настроены. То есть это самый важный инструмент, который сейчас есть, потому что, ну, до Ютуба как бы не все сейчас могут дойти сразу. До там Инстаграма мы перейдем к следующему этапу. ВК – это самый простой способ. Но, как и любая социальная сеть, она, ну, как бы ВК любит постоянство. Соответственно, что вы должны делать? Вы должны задаться своей целью и ежедневно скидывать посты. Тут будет много вопросов по поводу того, Максим, какие посты скидывать. Вот я человек ни разу не писал, я не могу, не смогу ничего придумать. Ребят, будьте здоровы, кто там приболел. Я не могу ничего придумать. Для этого в обучающем канале есть чек-лист по тому, какие посты в какой день недели писать. То есть вы просто придерживаетесь этого плана и начинаете излагать свои мысли. Соответственно, с первого раза у вас не получится написать суперпост. Это тот же навык, который будет отрабатываться у вас постоянно с вашей практикой. Поэтому сегодня будем говорить про ВК. Сегодня мы, как бы не хотелось вам, либо кому-то, извините, но если ваши странички там в открытом доступе, давайте пройдемся по ним. И сравним там здоровую страничку MLMщика и болеющую страничку MLMщика, чтобы было понятно, на какие основные фишки надо упираться и где делать акцент для того, чтобы человек зашел к вам и понял, что вы двигаетесь в определенном направлении, вы эксперт в своем деле и вы не сворачиваете с этого пути. Потому что нам нужны серьезные люди, соответственно, люди, которые ищут какую-то фокусировку, какую-то стабильность. Они смотрят на тех людей, которые находятся в проекте долго. Ребята, вот давайте, кто хочет разбор сейчас страницы, все вместе скажите, перейдем к нему и посмотрим. Максим, давай с меня начнем. Я вообще самый-самый такой сырой новичок. А кто говорил, у меня просто нету доступа, подскажите, пожалуйста. А Виктория? Вика, это мы вчера с тобой списывались, правильно? Да, да, правильно. Да, Олег, пожалуйста, найди Викторию. Вик, ты заболела, что ли? Она у тебя в друзьях здесь или как? Да, была в друзьях. У меня лялька болеет. Давайте не болеть. Виктория. Выздоравливайте. Виктория. Спасибо. Какая? Калмыкова. Вот это, да? 24, Пенза. Нет, так Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатская полночь. Полночь? Ночь. Час ночи. Час, два часа ночи. Блин, ребят, у нас тоже, кстати, есть партнеры с таким часовым поиском. Будем как-то подстраиваться. Да, ничего страшного. Потерпите сегодня. Мы сегодня, да, мы вчера мучились, но сегодня вот уже, да, мучились. Ребята, кто спец по поиску ВК? Как интересно. Как найти человека? Миллион людей, 133 человека. Максим, добавь, пожалуйста, Лену. Что-что? Лену, добавь, пожалуйста. Это у Олега там все. Я сейчас у меня просто... Добавь, пожалуйста, Лену. Все посмотрим. Нужно просто номер ИД, пускай она напишет. Добавил. Да, да, Андрея и Лену. Максим, а она у тебя есть в друзьях? Или она какой-то последний пост комментировала? Ну да, я тут же как-то не знаю. Я не пойму сейчас, у меня, видите, что происходит в Лиде? Там непонятно. А мне ссылку просто кинуть в этот, в Телеграм. Виктория, сможешь? Вик, в рабочий чат просто кинь ссылку на пост, либо на страничку, и мы сейчас перейдем, посмотрим. Хорошо. Не торопитесь, все нормально. Мы, наверное, сегодня никуда никто не спешит. Спешим, у нас две встречи. У кого две встречи? У Марина? Угу. Во сколько, Марин? Да, правильно. Ничего, ничего, подождут. Они нас должны ждать, не мы за ними бежать. Вот, какой правильно приходит. Золотые слова. Золотой ты мой человек. Это вы такие хорошие. И, глядя на вас, вот, хочется бежать. Подальше от нас. Наоборот, я себе цель поставила за два месяца, я так домой хочу вообще, и я сейчас все... Домой куда, на родину, ты имеешь в виду? Ну да. Есть. Все скинули. Да, вижу, сейчас открою. Я не веду не жить, конечно, а отпуск, отпуск. И по дороге остановиться там у вас у всех по одному. Давай, круто будет. Только я без бутылки вискаря не принимаю. Я уж и так, думаю, 2-3 килограмма спиртного загружу. Дружба, дружба, блин, вискарь вискарем. Так, ладно, смотрите, ну давайте пойдем с самого начала. То есть сейчас давайте Олег промотает, посмотрит. Ребят, вот у кого-то есть очень хорошие странички ВКонтакте, это у Ани Акимовой, у Зульфии, ну то есть много у кого. Просто выскажитесь, какие ошибки на первый взгляд, вот глядя на страницу есть. Быстро как-то листаешь. Ты там, по-моему, вверху что там, просто видео было, да? Ну тут да, тут как бы листаю, потому что не цепляется, так сказать, лаз. Сейчас визуала нету, текст один. Ну да, здесь либо, короче, либо текст без всякого, без пост, ну без картинки, без всего там, да? Либо просто видео. Либо картинка просто, да, видео. Да, да, да. Ну это да, это огромный минус, надо совмещать на самом деле. Сейчас все на картинки приходят. Ну да, 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 надо цепляться за что-то, вот, когда видишь. Ну да, либо за верхушку поста, либо за визуал, то есть чтобы картинка была четкая. То есть мы сейчас понимаем, что очень большая конкуренция в соцсетях, и дохренища просто сетевиков сидит там. Чтобы выделяться, вы должны как-нибудь... Опять не слышно. Все, пропал. Звука нет. Сейчас появится. Ну какой-то, да, цепляющий. Вот там на самом деле, вот где текст написан, да, его прям много. Надо как-то, Вик, по абзацам хотя бы делить его, потому что он выглядит прям вот, ну, не очень удобно читать. Но мало кто будет читать это. Ну все верно. Давайте пока Макс пропал, я тоже прокомментирую. Ну вот, правильно сказали. Если в начале текст, или вообще один текст, в начале должны какие-то там, ну, там, не знаю, смайлики, как вы видели, там, какие-то выделения, чтобы глаз ухватился. Именно первая треть текста, первые несколько предложений, это всегда цепляет. Или зацепило, или человек пошел дальше. Картинка, это всегда такой добивый, такой, как бы, ну, глобальный, когда скроллинг такой идет, вот заходишь на страницу, ну, что мы делаем, честно. Вот мы берем вот так вот, вот крутим, пока что-то не зацепит наш глаз. Поэтому, как бы, да, текст это круто. Ну, текст никто не будет читать, вот, ну, например, я по себе знаю. Пока не увижу что-нибудь там, красивую картинку, которая меня зацепит. Вот, здесь, ну, вот такие, давайте, друзья, тоже свое мнение, давайте оценивать, такой коллективный разум запустим. Ребят, я, Олег, минуточку, я сейчас буквально две минуты удалюсь, и пообщайтесь пока, хорошо? Да, отлично, мы тут как раз сейчас, ребята, давай. Нет, там мальчики пишут, зайти не могут. Я же забываю, да, да, что я тут это сейчас, сейчас будем добавлять их. Помню, почту, все тексты надо совмещать вместе с картинкой. Добавил. Да, все верно. Ну, то есть, без картинки вообще, ну, понимаете, что большинство с телефона смотрит, и если там он зашел на страницу и ничего его не зацепило, он просто, как бы, идет дальше. Ну, я понимаю, на этом... Все умеете, все в совмещении должно быть, все, как бы, должно быть сбалансировано. Получается, здесь нужно заголовок какой-то цепляющий, такой вот, как вот, например, вот у меня последний, да, могу поделиться последним постом, вот у меня был написан про кредит. У меня был заголовок такой в посте, да, он был выделен. Там было написано, я погасила кредит. Покажем сразу. Сейчас, подожди. Мне сегодня просто написали по этому посту несколько человек, что, типа, ой, у нас тоже кредиты. Так, ну, правильно, ты в проблему сразу конкретно. Люди заходят и, как бы, ищут решение проблем, они, там, ну, там, текст, там, да, там, все такое, там, круто. Ну, так уже, нас, в принципе, переделали эти соцсети, мы уже по-другому воспринимаем информацию. Без визуала вообще никто ничего не понимает и не включается. Тут наш рептильный мозг, как называют его. С рабочим, Олег. Все, закинуть, сейчас буду открывать. Так, видно всем? Вот первый пост, что закреплено. Вот оно, вот оно. Вот, да, и по нему мне сегодня, на самом деле, два человека написали по поводу того, что, да, вот у меня тоже висит кредит, как вы это сделали, поделитесь. То есть, понимаете, да, вот этот, видите, заголовок, он выделен. И плюс картинка, да, вот это стоп-хайп, там, вот это вот все, это все вместе, в совокупности, оно цепляет человека. Плюс, смотрите, ребята, 94 просмотра всего и два человека, это, ну, это, так я сегодня не ругаюсь, это очень высокая конверсия, это, ну, очень хороший показатель. Реально это круто, потому что, ну, там, с тысячи просмотров обычно, там, ну, там, 10-20 человек, это нормально считается, зацепило их. Плюс, смотрите, друзья, сразу, вот, насколько, ну, грамотно сделан пост, вот, хэштеги. Как вы думаете, для чего их вообще пишут, это, может, кто-то думает, ну, может, кто-то еще не знает. Все знают, для чего их пишут, ребят? Привлечение внимания. Нет, это сразу ссылка идет туда, куда надо. Да, все верно, это продвижение, по сути. Смотрите, друзья, зачем вообще придумали эти хэштеги? Ну, это для продвижения, это для получения дополнительного трафика. То есть, берешь, нажимаешь, например, на хэштег, и вот выдается все сообщения, все посты, которые написаны по данной теме. По сути, это вот такая выдача, которая как в поисковиках, только в соцсетях. Ну, и плюс поисковики тоже выдают эти страницы. И здесь может, как бы, быть, оказаться ваша страница. Если вы не написали хэштег, вы, по сути, потеряли часть этого трафика. Плюс, чем больше лайков, зачем я, ну, все время прошу лайкать, комментировать какую-то активность на ютубе и в соцсетях. Чем больше лайков, комментариев вообще, ну, социальной активности под видео, тем выше этот пост будет, ну, там, выше подниматься в общей выдаче по этому ключу, там, по хэштегу. И вы будете получать со временем еще дополнительный трафик. То есть, проделывая единожды работу, вы еще получите тех людей, которые ищут, там, криптовалюта, заработок, там, на дому удаленно свой бизнес. И, например, там, большинство, там, блогеров, там, известных, и, там, и сетевиков, они вообще, там, на этом, ну, как бы, на вот этих именно хэштегах получают, там, два-три раза больше, ну, как бы, трафика на своей странице и привлекают людей, которые, ну, это целевой трафик. Это теплый, иногда очень даже, ну, горячий, вот, как бы, насчет кредита. Если бы, да, если бы тут еще погасить кредит, может, человек зашел по этому вообще, там, к хэштегу искал, ему дали, и вот, смотрите, да. То на первую очередь. Ребята, то есть вы бьете прям прицельно по своей целевой аудитории. Да, вопрос. То есть, как бы, тут, да, тут все вместе, тут, получается, заголовок, картинка, хэштеги, как бы, и это все вместе работает. Плюс социальная активность, людям нравится, ВК реагирует, что это, ну, это интересно, люди, ну, вот, комментарии, лайки. Плюс, смотрите, чтобы сразу не забыть, смотрите, Максим начинал первый его пост, сколько просмотров. 177. Теперь, смотрите, за 2-3 дня, где тут самый крайний его, то есть в 2 раза больше. То есть, ну, как, ВК понравилась его активность, его, ну, то, что вообще, ну, он реально выдает такие классные посты. Люди реагируют, ему насыпали, по сути, еще в 2 раза больше трафика. Понимаете, откуда появляется этот трафик, люди заинтересованы. Плюс, смотрите, еще, почему, когда вы лайкаете, и Максу тоже, смотри, Макс, и все ребята обязательно лайкайте свои посты. Когда вы лайкаете, ну, я думаю, все знают, видят все ваши друзья. Все, кто у вас в друзьях, они видят этот пост, им ленту начинают ВКонтакте показывать. То есть, вы еще дополнительно прорекламировали, потому что вы написали пост, не всегда там ВКонтакте покажет его вашим друзьям. Если вы лайкнули там, то это обязательно появится у них в лентах. Это очень важно. Так, 8 минут будем перезапускать. Еще могу я дополнить? Конечно. Что я делаю? Все делитесь своими, да, наработками. Смотрите, еще очень важно это комментарии. То есть, не такие комментарии, типа, о, классный пост, да, да, здорово, туда-сюда. То есть, самое главное, оставить такой комментарий, чтобы у человека было желание, как бы, перейти на вашу страничку. Вот. Если вы напишете что-то, потому что люди, особенно если вы задели их боль и начинаете поддерживать разговор, вы уже начинаете утеплять прямо вот под комментарием, то есть, отвечая на комментарии комментариев, да, и они обязательно нажмут, а что это, кто такая, и перейдут на вашу страницу. Вот. Отлично. Все верно. Вот это тоже один из вариантов продвижения. Все знают Нестеренко, он продает там тренинги свои. На самом деле он, как бы, в большинстве своих, ну, курсах учит именно этом, ну, за деньги рассказывает этот метод, которым наш товарищ поделился бесплатно для всех вас. У него даже такая методика. Выбирайте себе, там, например, пять, там, лидеров мнений, там, миллионников, каких-то блогеров, там, например, ну, он по Инстаграму, если рассказывать. Берете там Бузову, там, еще кого-то, ну, я шучу насчет Бузовой, те, которые там, где ваша целевая аудитория, у людей много просмотра, много подписчиков. И берете, комментируете их. Просто вышел только пост, очень важно первые минуты, когда там люди еще не посмотрели, написать что-то умное, что-то интересное, креативное. Тогда вот правильно, зайдут еще на вашу страницу, вы будете получать именно людей, которые не вы их там где-то находите, там, или там пытаетесь купить там даже трафик. А люди будут к вам заходить, если у вас будет нормальная страница, решение их боли, ну, и нормально, там, еще, тем более, оптимизировано будут Инстаграмы, ВКонтакте. То есть вы закручиваете такой маховик, который начинает, как бы, людей все больше и больше привлекать на свою страницу. Почему мы и начали это все, как бы, все, ну, обучение именно по соцсетям. И одна часть он советует, как бы, миллионников, где много аудитории, а вторая часть вы выбираете именно целевую аудиторию, именно, там, например, MLM, какие-нибудь, там, сетевые компании крупные или лидеров. И их тоже так же комментируете оригинально, там, интересно, полезно. И тоже стараетесь, там, как бы, попасть в верх комментариев. И люди, естественно, часть будет заходить, вы будете просто получать, ну, довольно-таки серьезную, серьезный трафик. И это будут теплые люди даже, можно сказать, горячие будут, которые будут к вам, ну, посмотрят на вашу страницу, вот, у вас есть решение, вот они там, боли их перекрыли, вот, пожалуйста, ребята. Они сами будут вам писать. Поэтому комментировать именно и миллионников, и лидеров, или, там, ну, те, которые, целевая аудитория, аккаунты в соцсетях, это очень полезно, и вы будете получать тонну трафика просто вообще. И вам не надо будет ждать, там, или там что-то делать. Люди сами будут вам писать. Давайте, друзья, расскажите, может, у кого-то еще какой-нибудь лайфхак есть по данному направлению. Ну, если никто не хочет высказаться, давайте я выскажусь. Смотрите, что нам необходимо сделать. То есть сейчас мы расширяем свои границы в плане того, что если раньше кто-то работал в Телеграм, мы сейчас начинаем выходить в соцсети. То есть сегодня будет замечательный чек-лист, который нам составила Зульфия. Спасибо, если ты сейчас на Zoom, если ты меня слышишь, огромная помогла. По этому чек-листу, то есть необходимо проработать каждую страницу того человека, который сейчас планирует идти в ВК. Соответственно, что вы делаете? Вы составляете непосредственно по чек-листу, по плану, свою страницу. Далее вы скидываете ее либо в чат марафона, либо в рабочий чат. Соответственно, мы потом все просматриваем ее и говорим, что необходимо изменить и так далее. После этого вы берете чек-лист по написанию постов и ежедневно поставьте себе цель, как бы вам не было тяжело, как бы не было настроения. Вы берете и прорабатываете это. То есть берете себе какого-нибудь там бадди, типа друга в переводе. Говорите, вот ты сегодня пинаешь меня, если я не напишу пост. А ты сегодня пинаешь меня, если я не напишу пост. То есть, соответственно, делитесь по парам для того, чтобы у вас была ответственность в плане выполнения каких-то действий. И вы подбираете ту тему, которая необходима вам, которая вам близка по духу. При написании постов вы всегда ссылаетесь на запросы своей целевой аудитории. Именно на боли. Это все работает точно так же, как у вас работают ваши переговоры. То есть, чем правильнее вы зацепите свою аудиторию, тем будет больше трафика. И возьмите себе непосредственно за такую привычку, если человек к вам не подписался, используйте его как человека вашего... Если человек, в общем, не активировался к вам в команду сейчас, используйте его как подписчика вашей социальной сети. Соответственно, когда человек дает нет на ваш вопрос, вы скидываете ссылку на свою социальную сеть и говорите, друзья, давай хотя бы вот просто подпишемся друг на друга, вдруг в будущем будем полезными. Это ничего не стоит, но у вас будут прибавляться подписчики. И если вы ведете грамотно свою страницу, вы в последующем его подпишите к себе в команду. Поэтому, когда вы не зацепили человека сейчас, вы делаете удержание на своей соцсети. Берите это за основу. То есть, как бы сейчас век социальных сетей, и если вас не будет здесь просто, если вы сейчас не выйдете из зоны комфорта и не начнете работать, у вас не будет результата. Что мне от вас нужно? Во-первых, как я говорил, по чек-листу вы прорабатываете каждую свою страницу. У нас есть на команду один единый хэштег про то, что говорил Олег. То есть, пишите под каждым постом криптолидерсклаб. Соответственно, человек, когда, допустим, даже скажет, как вас найти в социальной сети, или как почитать отзывы о вашем клубе, вы даете ему хэштег и говорите, забей вот по этому хэштегу ВКонтакте, и ты увидишь все. То есть, соответственно, там будут все посты нашей команды. И он поймет, ага, окей, значит, тут много людей, каждый пишет про это и пишет нормально. Значит, это стоящая тема. Поэтому прорабатывайте именно так. Еще раз повторяю. То есть, пишите сначала сегодня по чек-листу все страницы, скидывайте их сюда. Далее мы просматриваем. В чате, в рабочем пишите, кто будет ваш бадди, то есть, кто будет ваш коллега по написанию постов, и кого вы будете пинать. Сегодня он тебя, либо завтра ты его. Соответственно, если оба не написали, косяк, значит, будет с вас. Учитесь работать командно. Для чего мы разбились на группы? Для того, чтобы вы, во-первых, посмотрели, как работают ваши люди, и вы создали командный дух непосредственно именно в вашей ветке. Если сейчас у кого-то этого не происходит, кстати, если Zoom закончится, перезайдете, значит, вы делаете что-то неправильно. Мы сейчас в дальнейшем разберемся. Соответственно, посты, чек-лист по странице, и далее выбирайте себе товарища, который будет вас мотивировать, и которого будете мотивировать вы. И так далее работаем. Для чего сделаны пиар-чаты? Как Олег говорил, вот количество лайков, комментариев, и оно влияет на выдвижение вашего поста в топ. Соответственно, когда много лайков и комментов, независимо от того, сколько людей у вас в друзьях и так далее, социальная сеть начинает реагировать и выдвигать ваши посты в первое место. Поэтому в интересах каждого человека, когда мы скидываем посты, говорим, давайте взаимопиар устроим, пролайкать и прокомментировать. Потому что если вы этого не будете делать, в следующий раз наш другой человек, либо я даже сам тех...